Привет! В этом видео мы с вами будем говорить о настройках macOS Sequoia, которые стоит изменить для того, чтобы сделать работу на вашем компьютере еще удобней. В новой версии Apple серьезно переработала работу с окнами и теперь оно, на мой взгляд, стало более комфортно, нежели то, что у нас с вами было раньше. Но когда вы работаете с двумя окнами одновременно, то вы можете обратить внимание, между ними есть небольшой зазор. Чтобы отключить эту пустоту, вам нужно зайти в настройки рабочий стол и док и отключить пункт, который называется отображать окна плитки с полями. Когда вы ее активируете, то как раз таки вот этот зазор у вас пропадет и все будет как раньше. Ну, по крайней мере, выглядеть будет так же. С помощью горячих клавиш вы можете перекидывать эти окна вправо, влево, вверх и вниз. Для этого нажимаете их в сочетании Fn, Control и стрелку, например, влево, если хотите, окно влево передвинуть вправо, вверх и вниз. Тоже это очень удобная штука, я ей пользуюсь, если честно, наверное, уже месяц и прям жить без этого не могу. Следующая настройка будет работать по всей системе и называется она изменение с щелчком. Я покажу на примере браузера Safari. Если вы, например, изменяли размер своего браузера и два раза тапнули по нему, то он этот размер увеличит, то есть его расширит. Но если вы два раза тапните еще раз, то он вернется к тому размеру изначальному, который вы делали. Но тут есть несколько вариантов этих тапов, заходите в настройки, рабочий стол и док, и нас интересует пункт при двойном нажатии на заголовок окна. Тут у вас будет три варианта, это заливка, изменить масштаб и убрать в док. Если вы выберете пункт заливка, то при тапе будет растягиваться окно на весь экран. Но если вы еще раз тапните, то ничего не произойдет. Пункт изменить масштаб у нас был с вами по умолчанию, это то есть когда мы меняли изначально размер этого окна, два раза тапали, он у нас растягивался. Потом еще раз тапали и он возвращался в тот размер, который у нас изначально был. Ну и убрать в док, говорить само за себя, два раза тапнули и приложение свернулось у нас с вами в док. Следующий пункт касается AirPods. Заходим в универсальный доступ, меню, звук. И здесь мы можем настроить звук на свой вкус. На выбор три варианта, сбалансированный тон, голосовой диапазон или яркость. Сбалансированный тон отвечает за усиление широкого диапазона частота, голосовые диапазоны это средние частоты, ну а яркость это высокие частоты. Ну и также мы можем указать степень оптимизации, слегка, умеренно или сильно. Здесь я вам советую установить умеренно, чтобы не было перекосов. В macOS 15, как и в iOS, iPadOS у нас появилось абсолютно новое приложение пароли. Перейдите в настройки и нажмите показать в строке меню. После чего доступ к этому приложению вы можете получать из статус бара. Нажимаете просто на иконку ключик, авторизируетесь по паролю либо Touch ID. Ну и тут уже вбиваете тот сайт, то приложение, от которого вы хотите получить пароль. Это максимально крайне удобно, потому что вам не нужно открывать большое приложение, искать где-то его там в доке, либо в лаунчпаде. А тут у вас просто-ка в статус баре оно висит и вообще замечательно, прекрасно. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал с обоями для вашего мака и iPad. Подборки туда выходят каждый день в очень высоком разрешении. Классные, замечательные, крутые обои мы туда публикуем. Так что по ссылочке в описании переходи, подписывайся и украшай свой мак действительно крутыми обоями. Если вы смотрите видео через браузер Safari, например, какое-то кино или YouTube, то нажмите на вид, открыть просмотр видео. Тут можно включить режим картинка в картинке для большего удобства просмотра. Также менять скорость воспроизведения. Ну и отправить это видео на свой Apple TV. Ну и если, конечно, он у вас есть, классная приставка, кстати, советую вам ее купить. Следующий пункт, о котором хочу поговорить, это конфиденциальность и безопасность. Отключите всю аналитику и улучшения для того, чтобы сохранить как можно больше аккумулятор вашего устройства. Опять же, в фоновом режиме macOS будет собирать ваши данные, как-то их группировать и отправлять на сервера Apple. Опять же, это все будет нагружать систему лишний раз, ну и разряжать ваш аккумулятор. На самом деле, на всех своих устройствах, будь то iPad, Mac, iPhone, я всегда отключаю этот пункт. Ну и также обратите внимание на службу геолокации. Отключите те приложения, которым не нужен доступ к вашей геолокации. На самом деле, их очень много и опять же, это очень сильно будет нагружать систему, ну и ваш аккумулятор. Также посмотрите и на системные службы и отключите важные геопозиции. Об этом я уже очень много раз говорил, помимо того, что это будет нагружать систему, так же будет расходовать ваш аккумулятор. Чтобы сделать ваш компьютер еще более защищенным по сети, зайдите в настройки Wi-Fi, в пункт частный адрес и включите ротацию. Это будет лучшая защищенность вашего подключения, ну и также прошу обратить внимание на пункт экономия данных. Например, вы работаете на своем макбуке и раздаете интернет со своего айфона, то при включенном экономии данных у вас не будут делаться всякие резервные копии, фоновые обновления программ, обновления данных iCloud и так далее. Собственно, экономия будет максимальная, то есть когда вам потребуется подключение к интернету, то есть зайти в Safari, послушать музыку, посмотреть кино, только тогда трафик будет расходоваться и в фоновом режиме ничего обновляться не будет. Ну и напоследок прикольная настройка, которая была мной обнаружена не так давно, называется она допуск уведомлений с айфона. То есть когда вы работаете на маке и ваш айфон где-то там далеко лежит и вам приходит какое-то уведомление, то оно будет дублироваться на ваш мак. В настройках уведомлений я ее изначально найти не смог, поэтому если вы столкнулись с такой же проблемой, просто в поиске пишите допуск уведомления с айфона. Включаете его и теперь вы получаете точно такие же уведомления на ваш мак, как и на вашем айфоне. Надеюсь эти настройки повысят вашу продуктивность работы с компьютером, ну может быть я что-то забыл, об этом можете написать в комментариях. Ну и кстати напишите каким макбуком вы, ну или аймаком вы пользуетесь. Не звайте на канал подписываться, у нас много всего интересного, дальше больше, всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok